В семействе Короллы впервые появился кроссовер. Причём японцы не пошли по пути наименьшего сопротивления, попросту задрав клиренс, а спроектировали вполне самостоятельную модель, получившую собственный кузов. На нём есть направленные друг на друга подштамповки. Это решение напоминает оформление боковин на ладе Вести, но, как говорится, все совпадения случайны. По размерам Королла Кросс расположилась между паркетниками CHR и RAV4. Следовательно, новой Тойоте предстоит выйти против кроссоверов Kia Sportage и Hyundai Tucson. Хотя конкуренция будет не совсем честной. У Кросса сзади стоит всего лишь полузависимая подвеска. Это значит, что пока возможен только передний привод. Базовым силовым агрегатом заявлена связка 140-сильного атмосферника и вариатора, однако основная ставка по последней моде сделана на гибрид. У бензоэлектрической версии дефорсированный вариант этого же двигателя, к которому пристыкованы электрический мотор и электромеханический вариатор. Суммарной отдачи установки достаточные 122 силы. Салон взят от обычной легковой Короллы. Притом панели можно заказать не только чёрные, но и цветные, что здорово оживляет интерьер. А ещё покупателю предстоит выбрать между докаткой и ремкомплектом. От этого зависит объём багажника. Другой любопытный момент – регулируемая спинка заднего дивана. В список оснащения включены 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений плюс комплекс электронных помощников. Первым рынком для паркетника станет Таиланд, где, собственно, и делают машину. Там базовый ценник слегка превысит 30 тысяч долларов. Для понимания, столько же местные дилеры просят за маленький кроссовер CHR, а исходная Королла стоит на 10% дешевле. Впоследствии японцы планируют вывести модель на множество других рынков, но точные экспортные планы будут раскрыты не раньше 2022 года. О наших перспективах говорить рано. С одной стороны, российская публика любит кроссоверы. Вот только без местной сборки маленький паркетник вряд ли порадует доступной ценой. Скажем, сейчас Королла ввозимая из Турции стоит под миллион триста, а более крупный статусный седан Кэмри питерского происхождения обходится всего на 300 тысяч дороже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова